друзья добрый день здравствуйте меня зовут катя и вы на канале о красивых вещах давайте потихоньку начну вам рассказывать что интересного случилось у меня в визуальной жизни и на сегодня будет небольшой рассказ о связанных аксессуарах о новой пряжи и небольшой такой тест проверка временем для вот этой пряжи бита кэнди если вам интересно то пожалуйста оставайтесь выпуск будет на самом деле небольшой и хочу я начать с аксессуаров которые у меня были связаны их очень мало но на самом деле видео стоило снять исключительно ради вот этой вот одной шапки ради одной модели чтобы поделиться с вами рассказать вам о ней она очень интересна очень легко быстро вяжется и заслуживается всячески вашего внимания эта модель называется шапка сетка значит автор этой модели валентина гришина она известна нам как владелица бренда суходол вот эта вот шапочка продается сейчас описание по 99 рублей я его покупал по 59 был какой-то момент с акцией я об этом делилась в stories в instagram кто успел а я знаю что вроде как бы были заинтересованы тот успел но и сейчас цена очень очень адекватная прямо супер цена в общем вот вот эта шапка я как увидела как раз я находилась в поисках какой-то модели для своей дочери потому что все равно теплеет и теплая шапка и двухслойная из ангорода еще с отворотом но это уже перебор и вот я думаю что такие вот шапки на сейчас на весну прям идеально я связала аж две первая шапка вот такая вот красивая белая она связана товарищем из ализе кашмира цвет 55 я вязала из этой пряжи дочери свитер буду показывать вам следующем выпуске он уже готов уже эксплуатируется и вот у меня немножко осталось и я связала вот эту вот шапку вяжется она прекрасно посмотрите какой замечательный рисунок сидит очень хорошо все вязала поваренному описанию описание замечательная очень я его хвалю очень рекомендую она знаете оно такое какое должно в моем понимании быть описание в нем нет ничего лишнего она экономит ваше время она дает ответы на все вопросы перед тем как они у вас появились и в самом начале описания валя дает две очень интересных важных фишки которые я лично не знала открывать вам все тайны не буду если интересно адрес оставляя в инфобоксе серьезно модель очень хорошая достойная заслуживает внимания ну и немножечко знаний в копилку я думаю что положите я по крайней мере точно положила сидит очень хорошо вот этот вот вариант из кашмиры здесь ушло чуть меньше чем моточек а вот этот вот вариант это вообще мой любимец посмотрите какая прекрасная получилась вещь здесь тоже видно рисунок на улице конечно лучше видно это норочка китайская вот это вот та самая норка которую то хвалят то ругают я буду хвалить мне очень это пряжа понравилось я покупала два моточка вот они у меня два моточка с каждого моточка осталось по 19 грамм то есть если у меня было 100 грамм то на шапку ушло 60 граммов одного моточка 50 граммового вот с таким высоким отворотом мне бы не хватило вязала я в две нити и одна нить вот этого подмота вот бобиночка которая нетронутая и вот с одной нитью подмота можно с двумя было вязать вообще без проблем я почему-то решила так потому что все-таки мне надо на межсезонье пряжа вяжется прекрасно она совершенно не раздражает никуда ни в какой ни в глаза ни в нос она не лезет серьезно я получил огромное удовольствие от работы с этой пряжей я уже не помню к сожалению стоимость этой пряжи но мне не показала что это было что-то запредельное я просто пришла в магазин наш в екатеринбурге в оффлайн напишу для жителей города напишу где это было это магазин пряха на перекрестке ленина и московская и выбрала глядя на пряжу выбрала просто свет и цвет мне очень нравится этот малиновый он после стирки вообще не меняется зато пряжа пушится знаете очень приятно ее носить она совершенно не колка она и тепленькая и мягонькая и ну на самом деле их кожа приятная пушок такой у нее хорошенький вот я только что ее постирала стираю я руками в средстве для стирки шерсти вот в этот раз ласка у меня была посмотрите как сильно хорошо пушочек раскрылся как она естественно как все вещи вот такой вот пушистой пряжи от носки подрастягивается но я ее потом почти сухую или просто сухую кладу на батарею на чуть-чуть чуть-чуть совершенно сжимается принимает обратно нужную форму и все хорошо естественно мокрую шапку мокрую вещь не надо кидать на батарею иначе она будет на младенца потом размером ну в общем вот я очень довольна я думаю что я эту пряжу сейчас веду свой оборот на будущий год на вижу шапок не только дочери но и себе вот из нее цвета там потрясающие в общем очень-очень она мне понравилась эта пряжа я не знаю кто тут на самом деле в составе тут вот вот такое вот написано норка и норка не знаю честно не знаю пряжа прям от души понравилась хорошо сразу же показываю вам еще один свой трудовой подвиг пока мы с вами не виделись я довязала один вот этот жаккардовый носок слушайте это на самом деле подвиг посмотрите сколько тут переходов цвета всякого разного вот у меня вот так выглядит мой проект все цвета подбираю по наитию здесь у меня и по моему вот это вот лана гросса тви вот это вот желтенькая это регия это я уже даже не помню что это пряжа вот это вот из леонардо носочная аделия по моему вот это вот тоже ну в общем я вот просто по наитию серьезно подбираю цвета друг за дружкой и вот такой вот красавчик у меня получился здесь было миллион кончиков пару вечеров я потратила только чтобы их запрятать и конечно наверное я больше за такое многоцветие не возьмусь я все-таки сторонник разумного жаккарда когда ты можешь без отрывов нити вязать и не думать что тебе надо потом несколько вечеров будет потратить на то что запрятать кончики это конечно интересно но это чисто воды авантюра я довезу в обязательно вернее свяжу второй носок и оставлю себе в назидание что надо думать перед тем как начинать проект это сложно это надоедает и ну красиво зато красиво да но этот подбор он мой в чистом виде то есть это не готовое решение дизайнер к сожалению готовых решений не дает дизайнер дает просто цветовую раскладку основной цвет дополнительный цвет 1 дополнительный цвет 2 ну вот все-таки собрать как-то вот эти все цвета из того что у вас есть готовое изделие чтобы оно смотрелось интересно это ваша будет совершенно и полностью проблема я здесь до сих пор не уверена насчет желтого цвета уж ладно все что есть то есть вот еще такой вот один полу готовый у меня проект на самом деле это серьезная большая работа поэтому я решилась показать вам его вот в таком в половинчатом виде теперь хочу вам показать шапку про которую я хочу рассказать в рамках рубрики проверка времени это вот это вот шапка по дизайну от ирины дмитриевой crazy кейбл что-то там берет что ли связано на нас из вот этой пряжи у меня был отдельный выпуск давайте я не буду останавливаться ни на дизайне не на пряжи отдельно просто вам покажу как выглядит пряжа после сезона эксплуатации я не могу сказать что я носила ее каждый день а все подробности будут видео ссылочка будет либо вверху день вы час экранчика либо в инфобоксе либо и там и там в общем смотрите я не могу сказать что носила ее как-то супер активно потому что это не единственная была моя шапка на сезон но смотрите сами я ее даже больше не стирала ребята совершенно не руками никак вот один раз постирала после вязания и потом я где-то с месяц ее поносила в общем мне совершенно не нравится как она выглядит она вся в катышках и вид у нее такой знаете как будто я и достала вообще неизвестно откуда в общем я наверно до себя больше эту пряжу покупать не буду мне она очень понравилась в работе мне эта пряжа понравилась в готовом изделии то очень она очень хорошо держит вот эти вот косы араны в свежем варианте выглядит очень хорошо но вот это вот потом все это мне не нравится вот для сравнения только что вытащила из сушки шапка связанная с пряжи ровно в два раза старше чем предыдущая шапка которая вам показывала вот это с ней я вообще не церемонюсь ребята я ее стираю в стиральной машинке ни одной катышки нет ни одной вообще нету абсолютно она сохранна по форме вот вот серьезно вот она лежала у меня на сушилке вот я ее только что достала ни катышков нет форма не потеряна рисунок весь сохранный это вот эта пряжа вот это вот ровно пьюр вулл ворст от 100 граммов 200 метров стопроцентная шерсть она чуть подороже но вот этот пряжа тоже получается небюджетно потому что у нее большой расход вот и здесь я вязала в одну нить от это пряжа еще и потеплее будет и тут в одну нить очень прекрасно вот такая небольшая история с проверкой времени временем как оказывается интересно ведут по-разному себя пряжи какие они разные бывают и кажется что ты все все уже знаешь и ничего ты не знаешь потом тебе жизнь преподносит сюрпризы и так еще вам хочу показать одну пряжу и одну маленькую работку работка очень миленькая она не моя она мамина давайте мы ее оставим на финиш этого видео пока покажу пряжу я ее получила в подарок и совершенно внезапно мне прилетел подарок из теплого города майкоп от юлию которые есть свой небольшой магазинчик пряжи везуха.ком слушайте это вообще конечно нечто посмотрите какой прекрасный цвет здесь 100 граммов пряжа вот такая вот astro ай джи ай джи и эй в цвете роз 2000 метров в 100 граммах супер кит мохер 65 процентов мерина экстра файн 3 процента и па 32 процента вот этого кматочка должно хватить на полноценный свитер в размере эль например я и без юлиного разрешения вставляю вам сейчас фотографию свитера который нас связала для своей сестры и там меньше чем 100 грамм расход поэтому я думаю что мне хватит буду вязать вот так как юля меня научила с вами буду делиться показывать цвет какой-то необычайный тут и персик тут и роза и тут чуть-чуть бежевого и конечно это все это все как облако выглядит посмотрите какая красота юлечка спасибо тебе большое за подарок я очень сильно надеюсь что я свяжу вещь не хуже чем ты связала ну были еще вкусняшки такие съедобные их конечно уже у меня не осталось вот эту вот вещь это шампунька для как раз связанных вещей мы будем пробовать с вами в самое ближайшее время потому что я довязываю свитер из твида твит такой бобинный он как раз для машинного вязания такой сухой очень сильно спрессованный в пропитке вот посмотрим как вот это вот шампунька вот это средство справится с пропиткой этот шампунь можно заказать у юли на сайте такой вот он хорошенькая одноразовая упаковки так что мы и его с вами протестируем вот такие у меня дела больше покупок у меня не было покупала только вот эту вот норочку на шапку вот шапка я вообще довольно еще раз вам покажу покупала только норку на шапку и кашмиру тоже на шапку и со свитером посмотрите какая прелесть я прям очень довольна и все и сейчас сами знаете у нас у всех карантин и поэтому обязательно будем из того что имеется хорошо что есть вот с другой стороны да последнее что вам покажу это очень миленький такой проект вот такой вот миленький свитерок он еще с неубранными кончиками его связала наша бабушка для локи для собачки мы его конечно на него напялили чуть-чуть он маловат может быть он похудеет или свитер надо постирать и он как-то растянется но вот такой вот такая просто миленькая штучка регланом сверху вниз коротенькая на груди побольше ну у нас такой массивный мальчик конечно коржикам не нужны такие вещи теплые потому что у них приличного такого качества шуба и мы даже зимой не одеваем его ни во что теплое потому что ему не надо сейчас вот я на него надеваю иногда плащик чтобы защитить пузо его нежненькая розовенькая от грязи потому что все дороги посыпаны бионуртом это смесь химических вот этих вот реактивов от обледенения и мелкой фракции какой-то вот типа щебня что-то совсем такое мелко но застревает в шерсть и вычислить невозможно поэтому я ему пузо прикрываю но так вообще они не нуждаются в таких одеждах ну ладно раз уж связала говорю давай куда-нибудь мы его зимой выгуливаем в общем вот я сейчас спрячу кончики здесь еще кончики не заправлены его постираю посмотрим как он изменится может быть и все будет хорошо добавляю вам в конец фотографии это вещи на владельце желаю вам всего хорошего будьте здоровы и счастливы до скорых встреч пока и и и Субтитры создавал DimaTorzok